Белорусский Легпром переживает второе рождение. В модернизацию предприятий вложены немалые деньги и сегодня потребители вправе ждать отдачи. Первая ласточка – олимпийская форма наших спортсменов. Будут ли и далее использовать дизайнеры отечественной ткани? Принципиально новый подход к изготовлению и качественным характеристикам материала обнадеживает. Тем не менее, поиск премиум-класса пока не в нашу пользу. Надежда Сербиненко изучала рынок и мнение модельеров. Сукном работаем аршанский льнокомбинат, то есть мы поддерживаем отечественного производителя. Художник-модельер Антон Яросчик – автор нескольких коллекций из тканей исключительно белорусского производства. Лен, шерсть, трикотаж, сукно, искусственный шелк. Сегодня текстиль под брендом Made in Belarus – материал пока не идеальный, но с серьезными амбициями. Для повседневной жизни, в принципе, для повседневной носки они подходят. Хорошие натуральные составы, то есть чаще всего полушерсть, шерсть. Мы как производители среднего и выше ценового сегмента, конечно, ориентируемся больше на более премиальной коллекции тканей, потому что там в составе есть даже стопроцентная шерсть. Если ткани для кэжуал стиля с использованием синтетических волокон и более бюджетного класса мы уже научились делать, то ткани премиум для белорусского легкопрома пока новая страница. Более глубокая обработка полотна, высокие сорта пряжи, стойкая фабричная окраска – все это и делает ткань более качественной, приятной на ощупь и формирует цену готового материала. Если это платье покупатель в основном оценит только по внешнему виду, то у модельера к ткани есть целый ряд требований. И это не только как она будет себя вести в эксплуатации, насколько мнется. Материал может отличаться даже по степени драпируемости и сухости. И чем больше сильных сторон у материала, тем вероятнее, что именно его и выберет модельер. Текстильная отрасль белорусского легкопрома оценивается как самая крупная по объему выпускаемой продукции. Текстильные предприятия рассредоточены по разным регионам страны. Мы производим десятки видов тканей, трикотажа. Есть свое валяльно-войлочное направление. Большая часть производимой продукции поставляется на экспорт. Рост за неполный 2017-й почти 4%. У каждого предприятия-концерна своя специфика и свои потребители. Например, из белорусской шерсти, полушерсти отшивается форма для всех силовых структур страны. У каждого ведомства свои требования и к ткани, и к крою. Министерство обороны – это основной наш заказчик. Начиная от кителя, юбки, брюки, все комбольные ткани белорусского производства, комбольного комбината. В составе идет шерсть, синтетика и уже используется лайкра. По шиве она, в принципе, сложностей никаких не составляет. Она хорошо обутюживается, она хорошо дублируется. А из белорусского трикотажа отшита капсульная Олимпийская коллекция 2018. Автор модных образов для белорусских спортсменов в пхенчане и болельщиков – Людмила Лобкова. Дизайнер намеренно использовала исключительно белорусские материалы. Их особенность еще и в том, что произведены они на предприятиях, которые прошли масштабную модернизацию. Ткани для олимпийцев непосредственно будут сделаны уже, уже отправлены в прошив. Именно на новом оборудовании. Ткани были немного жестковатые, старые. Скажем, не очень тонкой выделки. Вот сейчас как раз достигнуты возможности делать тонкую выделку. И уже наши олимпийцы, я думаю, что как раз таки одни из первых. То есть первые, кто оденут ткани именно обработанные на новом оборудовании. Олимпийская форма 2018 – это своеобразное показательное выступление белорусского легпрома. Выделка тканей, шелкография, фотопечать, эксклюзивная фурнитура – последние наработки всей отрасли воплощены в костюмах олимпийцев. Здесь и национальный узор, напоминающий снежинку, и ненавязчивая серо-красная цветовая гамма. Капсульная коллекция для болельщиков по доступным ценам скоро появится в открытой продаже. Надежда Сербиненко и Андрей Христин – агентство теленовостей.